Друзья, здравствуйте! Отпраздновали 23 февраля. Это наш праздник мужиков. Так что начинается обычное будни. Хватит. Вот. Давайте о делах. Итак, наша география расширяется. Сегодня у меня на проводе Украина и Канада. Вот. Итак, два моих теперь савтора этого фильма. Валерий Александрович, мой земляк с Украины. И женщина Мина, она из Канады. Ну, наше происхождение с Валерием Александровичем никогда мы не скрываем. Вот. А Мина, она жила и в Израиле, живет в Канаде. Ну, так как у нее чисто русский, русский литературный язык, для меня она русская. Вот, что хочешь Мина. Вот. Поэтому и разговаривать легко, и понимаем друг друга, и уверен, что воспитание, и родители, наверное, дали такое воспитание человека, который предельно интеллигентен, вежлив. И самое главное, не, как этот говорил, помните из этого самого, из 12 стульев, не корости ради, а, ну, и так далее. Итак, сейчас мы будем разговаривать. Я буду вставлять, возможно, свои реплики. А на проводе получается Украина и Канада. И речь пойдет о персиках, и не только персиках. Поехали. Посмотрел карту, где живет Мина, из Гвилинбуре. Это вот этих мест на север по прямой километру 100-150. А вообще этот район, вот, я смотрю, находится на широте Сочи. В комментариях немного указано, персиковые сады подмерзают. Бывает редко минусовые температуры 28 градусов. Думаю, с сибирскими плодовыми саженцами проблем не будет никаких. Все будет расти четко. И в перспективе Мина, вот, закладывать вам такие сады, чтобы люди приезжали, рвали, кушали натуральные фрукты. Моя реплика такая, значит, про подмерзание персиков скажу следующее. Есть сорта персиков, которые ни разу в жизни не попадали в минусовую температуру. Прекрасная, отличная, ну, сами знаете, это район при Черноморье, ой, при Средиземноморье и Африка для нас. Ну, и также совершенно южные страны, туда, на восток. Ну, самая южная. Так, значит, Европа пыталась, пытается заниматься персиками, но есть места, где минус 9 замерзает, это, понятно, то же самое при Средиземноморье. Вот, дальше страны Западной Европы, а там, дай бог, 15-18 градусов. Если холоднее, то опять замерзает. Про Канаду вы сейчас слышали. Ведь Канада, она считается, где-то, это в параллере нашей Сибири, вот. Очень бедно, то есть, это считается североконтинентом, а намного теплее, чем у нас. Ну, вы видите, 28 и пропал, и пропали. Дальше, значит, ученые достигли 26-28 градусов. На этом все, на этом фоне, единственный шанс, это сибирский вариант, мой вариант, сибирский вариант, персико-хасанский, персико-минусинский. Возможно, это одно и то же, но все-таки плоды разные, немножко разошлись. Так, и после этого я что скажу? Значит, благородное занятие распространить уже не только персики, но и абрикосы, сливы, вишни, сибирские. Они по качеству, внешним качествам, по своему состоянию плодов, там, сахаристы, все, они уже не уступают южным, а по морозостойкости превосходят на 10-15 градусов. Почему? А потому что я уже, как это было? А потому что потому, вот, Сибирь прошли. Вот, были привиты на сверхморозостойке подвой. Подвой эти уже бродят в генах культурнейших сортов. Вот мой ответ, вот, как говорил Кот Матроскин. Усы и хвост мои документы, а вот эти вот сорта сибирские, это мои документы. Итак, поехали, продолжаем. Теперь я постараюсь их не отвлекать. Держитесь, вы еще нужны России, нужны странам всей планеты. Еще территории громадные, миллионы не засажены морозостойкими, сибирскими плодовыми сеянцами. А, значит, еще вопросик, может, вы ответите. Есть ли эти косточки, которые у вас находятся на стальтификации в песке, чтобы было меньше посылка, их отмыть и выслать. А потом мина заново их заложит или в перлит, или же в песок, не просушивая. Ну, слегонца может просушить, чтобы только они дошли. Ну, я постараюсь прояснить ситуацию, потому что действительно возник конфликт такой, пока руками разводим. Значит, сухие высылать поздно, не пройдут нормальную стальтификацию. А сырые, во-первых, тяжелые, а значит, невыгодно пересылать. Они же в сыром песке, и не маленькие кулички. Вот. А вот он, ну, мужик толковый этот, Валерий Александрович, мой земляк с Украиной. Он и предложил, а давайте-ка, раз, мешочки разорвали, и песок. Ой, и это, разорвали, промыли, высушили, еще день-два. А они, как бы, сейчас стальтификации позади. Прилетели в Канаду, и опять, значит, на стальтификацию. А может, уже и на высадку, потому что там, вспомните, широта Сочи и так далее. А на улице скоро март. Вот это предложение, я просто, намотайте на усы, это учеба. Где-то и в других местах возникнут такие вопросы. Сухие поздно, а сырые рано. Мина, что касаясь меня и косточек персика, я других косточек не продаю. Я делаю прививки на подвои. И даже эти косточки хасанского персика, я так чисто, как хобби оставлял. Остальное и главное, можно главным выделить, была и есть еще у меня тема и задача по хасанскому персику. Использовать его, как подвой для интенсивных промышленных садов персика. То есть на него прививать культурные персики. Ну, еще раз, моя реплика. Для Южной России и для Украины пойдет, Прибалтики пойдет и Северный Кавказ пойдет. А для странной России не пойдет. Вот, чтобы персик сложил подвоем. Все равно морозостойкость у него не манчжурского абрикоса. Вот, а у слив, это не морозостойкость китайских слив. И там, и там до минус 50. Многолетняя работа. Несколько поколений. Вот, в моем мировое открытие, наслоение ментора. Первое поколение на второе, со второго на третье, в третье на четвертое. Мы имеем абсолютное качество плодов. Сейчас покажу. Потому что в один фильм я не укладываюсь. Ну, давайте пусть будет два фильма. Сейчас еще раз. Почему? Ведь мы сейчас расширяем географию. Нам нужны для мне и моему украинскому другу, у которого бесценное богатство, заложенный сад из персиков, для того, чтобы накормить всю Россию. Ниже услышите его и поймете. Это не шутки. Накормить всю Россию персиками. И это сделаем именно мы с ним. Больше никто. А теперь давайте заглянем в это. Знаете, куда? Давайте еще раз заглянем на мою эту. Посмотрите. 4-5 поколений. Нобелевская премия забыли вручить. Да, бывает. Живу на копейки. Вот. А так бы, представляете, сколько бы я взял земли, сколько бы я разосал денег своим друзьям, чтобы в каждом регионе был сад Железова. Вот. Просто подарил бы деньги. Ну вот, не государственную премию забывают вручить. Каждый год забывают, представляете. И Нобелевскую забывает. Русская наука забывает меня представить на Нобелевскую премию. А делалось это так. Вот. Сейчас она почему-то дальше не хочет показывать. А вот, видите. Вот скажите, 4-5 поколений. Качество ухудшилось? А морозостойкость благодаря только манчжурскому абрикосу. Вот. Если говорить про абрикосовое. Ухудшилось качество? Нет? Нет? И вот я к чему говорю. Значит, он сказал, мои же Хасанские персики, а все как по двое. Великолепная мысль. Идеальная мысль. Вот. Там, где температура никогда не опустится ниже 25, ну ладно, 30 градусов. Вот. Ведь идеальный случай, это персик, привитый на персик. Это 100% совместимость. Это максимальные урожаи. Вот. Ну, где-то какой-то год выскочит, 35, ну пропустит урожай. Вот. Ведь дело в том, что Валерий Александрович, мой украинский земляк, это прошел. Вот. Канадские персики погибли, а мои-то даже плодоносили. Тот, что он назвал персик железово-хасанский. Видите? Вот. Ну, вот теперь судите. 4-5 поколений. Вот, теперь судите. Вот это важный момент. Поэтому спасибо, Валерий Александрович, что ты упомянул, что персик хасанский как подвой. Так. И я еще продолжу фильм, и мне, правда, мало помогает, потому что мне приходится платить за фильм. Мне говорят, снимите фильм, а прислать 200 рублей, ну как-то забывает тут, представляете. Вот забывают, только просят, а плачу я. Нет, есть друзья, помогают, но фильмов сильно много. Надо сильно много. И вот я продолжу тему. Вся сорока страна моя родная. Я покажу еще сотню фотографий из других регионов, где из косточек, из черенков и саженцев выращены уникальные плоды, и где холоднее, чем у меня, и где теплее, чем у меня, и где сырее, чем у меня, и где суше, чем у меня. Во всех климатических зонах. А причина, я уже сказал, гибридные семена есть из косточек. Вот, в них заложено сопротивление к сырости, сопротивление к сухости, сопротивление к морозам. Ну, вы представляете, наука, не знаете, если бы вот Путину бы показали бы, премьер-министру бы показали вот это вот, они бы сказали, а они же все были. Медведев был, это самое, на Кавказе, все на Кавказский институт посещали, там их угощали, да, виноградом прекрасным, яблоками прекрасными. Но они про это не знают, вы понимаете, как мы живем в параллельном мире. Они не знают про это. Если бы вот эти фотографии заглянули, на всякий случай спросили, а нет ли тут фотографий надерганных из интернета? Вот так бы спросили, у помощников, проведите экспертизу, а может это из интернета? Ведь 200 плодопитомников интернет-магазинов на своих сайтах держат мои фотографии, вот такие вот, вот такие вот. Ну, сейчас время еще не пришло, поэтому они не увеличатся в размерах, это надо какое-то время еще. Сайт еще оживает, то есть эта страница оживает еще. И вот это бы увидел бы премьер-министр, если бы увидел президента Академии наук, он бы палец о палец не ударил. Почему? А вот когда бы увидел бы президента, он бы сказал вот так же, кулаком по столу, и займитесь этим делом. Что, правда новая технология? Правда, можно этого добиться настроения ментора? Вот, и вот пока это не случится, никогда у нас садов не будет, никогда. Бесконечное скрещивание, вот. Не даст никогда этого. Только прививки, и только по моему методу, и несколько чисто практических советов, которые сразу делают невозможное возможное. Вы еще видите плохое изображение, потому что сайт еще, это, только ПТА, вот теперь он уже в полной красе сайт. Мне надо штору закрыть. Валерий Александрович, Мина, пожалуйста, простите меня, я отплекся. Мне это наболело. Знаете, как жить в Сибири, вот с этим чудом, да? Которое не нужно ни в стране, ни в науке. Я имею в виду, не нужно тем, от кого зависит, будут ли такие сады. Ведь это Сибирь. Если я, это самое, здесь у меня перепутались, перетрахались десятки, сотни сортов, и получилось то, что в них влиты качества всех, всех, всех. Самая сухая, невозможно представить, лето последнее. Вот. Вот оно. Вот оно. Извините, друзья, отвлекся. Душа болит, сердце болит. Вчера чуть не остановилось это сердце. Вот оно. Самая сухая, которую невозможно представить. Вот оно. Самая сухая. Вот эти съемки делались в присутствии телевидения. Вот. А предпредпоследнее. Вот. Вот оно. Предпредпоследнее. Самое мокрое, которое только невыносимо себе представить. Самое мокрое. Представляете? Ой, как мне наболело, ребята. Вот. А вот человек. Вот не могу. Я всегда преклоняюсь перед этим. Вот он, наш гений. Пожалуйста. Сейчас, я надеюсь, открою. Побольше станет она. Вот он, наш гений. Вот книга, которую надо было миллионным тиражом издать. Его книгу и мою миллионным тиражом. А? Владимир Владимирович. Вот. Не ловят по шею ваше это самое. Те, кто отвечает за науку. И за практику. И за учебу. Надо же переучивать институты, университеты. Ведь выпускают студентов с бумажками, с пустыми. Никому нельзя доверить выращивание сада. Белоруссия подтвердила. Я сколько примеров приводил. Вот вам деньги, вот вам гранты. И пустые мертвые сады. Вообще разучились. Вот. Так, ребята, простите меня за то, что я вот так отвлекся. Впереди серьезный разговор уже между вами. Это, наверное, будет вторая серия. А меня простите. Вот. Страшно жить в этом мире. Чувствовать себя ненужным. И знать, что потенциал гигантский. Книги лежат напечатанные. Никто не покупает. Нет, почти никто не покупает. Диски лежат. Вся технология разжевана. Ведь эти 20 дисков, это... Только их стоит выучить студентам. Все. Школьный курс биологии. Никому не нужен. У человека нет души. И читайте Сеченова. Дурью занимаются. Все. Наболело. Все. Извините, друзья. Я вот на этот момент сейчас отключусь. Да и все.